Сегодня я желаю задать вам самый важный вопрос, который когда-либо был задан человеку. Сущность его заключается не в определении вашего мнения о той или иной церкви, скажем, или об одном из ее проповедников, или даже что вы думаете о Библии, ибо ответы на эти вопросы зависят от ответа на более важного, существенного вопроса, а именно, что вы думаете о Христе. Если бы время позволило нам сегодня, то я хотел бы поговорить с вами о Христе, как, например, о самом великом Учителе всех времен. Ведь никто так не учил, как учил Он. Христос не так учил, как, например, книжники и фарисеи. Он учил людей с авторитетом. Но я не об этом собираюсь сегодня говорить. Можно было много сказать о Христе, как о самом великом проповеднике, или как о самом способном враче, который не разочаровал ни одного больного. Найдите мне такого врача, каковым был Иисус Христос. Он мог исцелить любую болезнь. И если больной умирал перед его приходом, то в его присутствии умерший воскресал. Покажите мне такого врача сегодня. Кроме этого, Христос был и самым великим пророком. Ни один из ветхозаветных пророков не равнялся с Ним. Однако я сегодня не собираюсь говорить о Христе, как об учителе, проповеднике, враче или пророке. Не в этом заключается цель нашей сегодняшней беседы. Я имею нечто другое в виду, на что желаю обратить ваше внимание, а именно, кем был Иисус Христос? Был ли Он действительно тем, за кого себя выдавал, или кем-то другим? Мы должны прийти к одному из двух заключений. Или Иисус Христос был Бога-человеком, то есть и человеком, и Богом в то же время, или же Он был самым большим обманщиком, обольстителем и самозванцем, претендующим на то, что не имел права. Мое желание сегодня, чтобы каждый, слушающий мой голос, сам лично и окончательно решил бы этот наиважнейший из всех вопросов. Что вы думаете о Христе? Был ли Он Бога-человеком? Был ли Он, например, с Богом-отцом прежде создания мира или нет? Ведь Он ясно сказал, что был до начала веков, до создания мира. Слушайте, прежде нежели был Авраам, я Есим. Итак, вы видите, что это весьма важный вопрос. Что вы думаете о Христе? Но я слышу, что кто-то возражает. Какая, мол, разница, что я думаю о Христе? Есть ли в этом какое существенное значение, зависящее от того, как я буду думать о Нем? Мой дорогой друг, что ты думаешь о том или ином человеке, будь он вождем твоей страны или диктатором или какой-нибудь мировой личностью, мало имеет значения. Но что ты думаешь о Христе – это самое важное. На этот вопрос каждый из нас рано или поздно должен будет ответить. Видите ли вы, мы все должны занять ту или другую позицию касательно личности Иисуса Христа. Популярное мнение о том, что Иисус Христос был, мол, хорошим человеком и только человеком, не соответствует истине. Вряд ли можно было бы придумать более несообразный обман. Если Иисус Христос был обыкновенным, тленным, тогда Он виновен в одном из величайших и грубейших грехов. Через все Писание Бог говорит, да не будет у тебя других богов, пред лицом Моим. Христос пришел к нам на землю и сказал, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Пребывая здесь на земле во плоти, Он призывает, чтобы приходили к Нему все обремененные, без исключения, и Он обещает дать им мир, покой и свободу. Спрашивается, разве мог кто, кроме Бога, даже дерзнуть сказать такие слова? Вы не услышите подобных слов из уст ни одного из пророков. Но Христос больше этого сказал. Он сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Я есть им путь, Я есть им истина, Я есть им жизнь, Я есть им воскресенье. Это слова Иисуса Христа. Итак, или Он был самым большим обманщиком, или же Он был Богом. Одно из двух. Поэтому, если все, что Он сказал о Себе, не соответствует правде, тогда, согласно закону, Он должен был быть приговорен к смерти, и в таком случае мы должны одобрить Его казнь на Голгофском кресте. А если Он сказал правду, то остается только одно – встать на Его сторону и принять Его как нашего Спасителя и Бога. Попросите сегодня, что вы находитесь на суде и являетесь одним из присяжных заседателей. Как член присяжной, вы должны будете прийти к определенному решению касательно подсудимого. Поэтому выслушаем несколько свидетелей и примем решение согласно их свидетельствам. Вам известно, что человек, имеющий судебное дело, приводит на суд своих свидетелей. Обеим сторонам даются одинаковые возможности высказаться, и присяжные, выслушавшие эти свидетельства, решают, виновен подсудимый или нет. Сегодня мы имеем целый ряд свидетелей, и хотя всех мы не выслушаем из-за недостатка времени, все же в первую очередь дадим возможность тем засвидетельствовать, которые были враждебно настроены против Иисуса Христа. Иными словами, пусть враги Христа скажут нам, что они думают о нем, и из их свидетельств примем наше решение. Самыми ярыми врагами Христа были фарисеи и саддукеи. Они постоянно искали причины его обвинить в чем-нибудь для того, чтобы приговорить его к смерти. Они постоянно делали свои нападки на него, но всякий раз они терпели поражение. Самые серьезные обвинения, которые они могли придумать против него, это было то, что он принимает грешников и ест с ними. Вы слышали, какое обвинение? В этом мы и радуемся, благодарению Господу, что он именно принимает грешников и что включил нас в этот прием на свой пир, благодарение ему вовек. И вот сегодня первым нашим свидетелем будет член именно из этого общества, то есть сам председатель Высшего Церковного Совета того дня. Каиафа в тот год был первосвященником. Он стоял на месте Аарона, и вот к нему на суд привели Иисуса Христа. Каиафа был тот самый, который сделал смертный приговор Христу и дал приказ, чтобы его распяли. Представим себе, что нам удалось привезти этого священника, одетого в своей разноцветной рясе на суд, чтобы он засвидетельствовал об Иисусе Христе. Пусть он встанет на место свидетелей и спросим его, какие обвинения имеет он против Иисуса Христа. Пусть сам председатель Синодриона скажет, в чем заключается вина подсудимого. Внимательно выслушаем его. Ведь Каиафа поставил Христа под присягой, говоря, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус отвечает ему, «Ты сказал, даже сказываю вам отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одеснуя силы и грядущего на облаках небесных». Тогда Каиафа, разодрав одежды свои, сказал, «Он богохульствует!» «На что нам еще свидетели?» «Как вам кажется?» спрашивает он членов Синодриона. И они ответили, «Повинен смерти». Видите ли, если бы Христос не был богочеловеком, тогда им следовало бы его казнить, так как он сам им ясно сказал, «Я тот!» А ведь он был под присягой. Это возлюбленный и была причина его казни, его же свидетельство о самом себе. Он сам свидетельствовал о том, что он богочеловек, что сошел с неба и что они его узрят, сидящего одеснуя Бога и грядущего на облаках небесных. Но так как у нас имеется еще много свидетелей, то мы не можем долго остановиться на каждом из них. Следующего свидетеля, которого мы приведем на суд, это будет Пилат. Пилат, как вы помните, не был евреем. Можно сказать, что он иудеев презирал. Он был поставлен римским правительством, чтобы сохранять мир между евреями и римлянами. Выслушаем теперь Пилата, что он скажет о Христе. Иудеи провели Христа перед Пилатом, и тот его допрашивает. Послушайте, что Пилат сказал после своего допроса. Вот его свидетельство, его собственные слова. Слушайте, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Не думаете ли вы, что если иудеи могли бы найти хотя бы одно достойное обвинение против Иисуса Христа, то они представили бы его Пилату? Если он был обманщиком, вором, или каким-нибудь злодеем, неужели они не предъявили бы эти обвинения Пилату? Конечно! Но они ни в чем не могли обвинить его. Поэтому Пилат приходит к заключению, говоря, я не нахожу никакой вины в этом человеке. И отдав Христа на избиение, Пилат отослал Христа к Ироду. Но перед нами имеются еще свидетели. Следующий свидетель женщина, жена Пилата. У нас записаны и ее слова. В одно утро она срочно посылает слово своему мужу. И вот, что она говорит относительно Иисуса Христа. Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Вы слышали? Не делай ничего праведнику сему. И так возлюбленные ни Пилат, ни его жена не могли найти никакой вины в Иисусе Христе. Но вот еще один свидетель, он, который предал Христа. Что скажет он? Конечно, вам известно, что Иуда знал об Иисусе Христе больше, чем кто-либо из тех, которых мы уже выслушали. Иуда знал гораздо больше об Иисусе Христе, чем Каифа. Быть может, Каифа встретил Христа лишь один раз, в ту ночь, когда он его осудил на смертную казнь. Пилат тоже, наверное, никогда Христа лично не встречал до того, как Спасителя привели связанного перед ним. И жена Пилата, по всей вероятности, тоже никогда его не видала. Иуда же был со Христом полных три года. Он слышал его чудные проповеди, видел сотворяемые им чудеса и мог наблюдать его жизнь, как только могли это делать самые близкие его друзья. Пусть войдет Иуда и займет свое место в судебном зале. Он продал Христа за 30 серебряников. Если было бы в чем обвинить Иисуса Христа, то, бессомненно, Иуда об этом знал. Взгляните на Него, какое угрызение совести, посмотрите, какой вид отчаяния и ужаса на лице Его. Пусть Он теперь станет на место свидетелей. Подойди сюда, Иуда, скажи нам, что ты думаешь об Иисусе Христе, которого ты предал? Ты был с Ним в течение трех лет, ты был казначеем этого небольшого общества Его учеников. Что ты думаешь о Христе? Выслушайте Его. Что говорит Он, бросая 30 серебряников, полученных за кров Иисуса Христа, согрешил я, предав кров невинную, таково Его свидетельство. Интересно отметить, что каждый, имевший дело со смертью Иисуса Христа, оставил нам свое свидетельство о Христе. Бог как бы заставил каждого из них высказаться о невинности Своего Сына. Ни один из них не мог сказать что-либо против Него. Свидетельство каждого одного увековечено в Книге Божией и передано нам. Попросим теперь, чтобы на место свидетелей встал сам палач, который дал приказ прибить гвоздями руки и ноги Спасителя. Скажи нам, сотник, ты, который был во главе казни Иисуса Христа, ты видел, как Его пригвоздили? Ты видел Его висящим на кресте между небом и землей? Скажи нам, что ты думаешь о Христе? Что ты думаешь об Иисусе Назарянине? Воистину Он был Сын Божий, восклицает сотник. Вот что Он сказал. Вот какому убеждению пришел тот самый, который руководил казни Иисуса Христа и был свидетелем Его смерти. Помимо уже упомянутых, есть еще много других свидетелей. Вы знаете, даже сами демоны свидетельствовали о том, кем был Христос и трепетали от этого знания. И их свидетельство записано. Слушайте, что тебе до нас, Иисус Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас? Даже самые дьяволы знали, кем Он был. И все же люди Его не знают и Его не признают и продолжают говорить худо о том, который возлюбил их и отдал самого себя насметь ради их спасения. Заметьте, что свидетели, которых мы привели сегодня на суд, не были Его друзьями, это были враги Христа, которые поднимали свои голоса против Него. Это были самые ярые Его противники, которые, тем не менее, должны были засвидетельствовать, что воистину невинно был Он казнен. Да, воистину Он был тем Бога человеком, который пришел от Отца, который мог сказать, перед Авраамом Я Есим. Но спрашивается, почему же тогда Бог допустил, чтобы тварь распяла Творца? Вы знаете, почему? Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын Божий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он один безгрешный пролив свою кровь, мог представить угодную Ему. Вот Агнец без порока и без пятна, который берет на себя грехи мира. Таково было свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Как сказано, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. О, мой друг, что думаешь, ты о Христе? Ведь от твоего ответа на этот вопрос зависит твоя вечность. От того, что ты сделаешь со Христом, зависит вечное состояние твоей бессмертной души. Христос сказал, Я есть им истина. Если так, тогда следует его слушать. Он говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Пусть сам Господь поможет избрать его твоим спасителем, открыв ему двери сердца твоего. пуша